В эфире программа события в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Оптимальный вариант. В Самаре будут тестировать новые дорожные реагенты. Почем отечественный пармезан? Ярмарочные цены в Самаре оценил глава города Олег Фурсов. В городе стреляли холостыми. В Самаре вспомнили события гражданской войны. Заготовили запасы на зиму. Уже на этой неделе в Самару поступит первая партия Бионорда для использования зимой на городских дорогах. Несмотря на то, что Бионорд хорош по своим качествам, городские власти ищут ему альтернативу дешевле и эффективнее. Каким образом будут топить снег этой зимой, расскажет Марина Матвейшина. Зима покажет на самарских дорогах. В этом году проведут эксперимент. Во время снегопада улицы обработают разными видами реагентов. По результатам выберут самый оптимальный вариант. По качеству, цене и безопасности. Добро на проведение испытаний дал глава города на совещании в мэрии. Надо посмотреть альтернативных поставщиков или альтернативных производителей. А с счетом того, что мы хотим весь город накрывать химией, уйдя от песка с солью, которая ливневку нам забивает и потом огромные грязевые такие формируют накопления, мы со временем должны будем наращивать объем химии в городе. Для этого нужно искать альтернативные пути. На протяжении нескольких лет на самарских дорогах зимой используют Бионорд. По оценкам специалистов, пока это лучшее, что есть на рынке. Он хорошо топит снег и лед, относительно безопасен, хотя есть и более активные реагенты. Но, отмечает руководитель муниципального предприятия благоустройства, использовать химикаты без испытаний слишком рискованно. Поэтому в этом году в основном закупают проверенный Бионорд. Уже на этой неделе на склад предприятия поступит 2000 тонн реагента. Поставка будет, по сути дела, револьверной. И в зависимости от зимы, то есть мы можем выйти там, не заготавливать сразу на 100 дней, на 7, 8, 10 снегопадов, а в рамках держать запас прочности в рамках месяца с моментальным подвозом. Такой подход позволит закупать реагент по потребностям, что поможет обойтись без излишков. К тому же удалось договориться с поставщиком о снижении стоимости Бионорда по сравнению с 2014 годом. В результате чего общая экономия составит порядка 3 миллионов рублей. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков, События. Большая ярмарка на площади Куйбышева может продолжить работу и в ноябре. С предложением не сворачивать торговлю выступили и фермеры, и горожане. Из плюсов в ярмарке – богатый ассортимент от свежего мяса до саженцев, деревьев и чистота. За все время работы не зафиксировано ни одного нарушения. Вот только цены порой вызывают вопросы не только у жителей, но и мэра Самары, который на выходных заглянул на ярмарку. Марина Кравцова тоже прошлась по рядам. В этом году ярмарка на площади Куйбышева приобрела совершенно иной вид. Торгуют фермеры и производители сельскохозяйственной продукции из аккуратных палаток. Еще один плюс – стало чище. Уборку производят не только после закрытия, но и в процессе торговли. Несмотря на холодный октябрь, по выходным на площади многолюдно. Фермер из села Павловка Сергей Зячин приезжает сюда третий год подряд. Говорит, нельзя упускать прекрасную возможность продать продукцию небольшого фермерского хозяйства. Своя продукция лучше намного, чем промышленное мясо. За экологически чистое мясо Сергей берет недорого. В среднем килограмм говядины на 100 рублей дешевле, чем на рынках. Но такой ценовой политики придерживаются не все продавцы. И хотя стоимость аренды невысокая, многие явно перегибают. Это отмечают и жители. Цены такие же, как на других городских рынках. И глава Самары Олег Фурсов. Жители жалуются, цены высокие у вас. В чем дело? Почему так? Здесь же у вас вроде не очень высокая стоимость. Место. Сами торгуете, как я понимаю, да? Перекупщиков нет. Надо разговаривать с поставщиками тогда. Все равно заработки хорошие идут. Центр города проходим с высоким. Мы на встречу идем по ценам. Отвлиятельная цвеча. Организаторам ярмарки глава города поручил договориться с продавцами о более гибком подходе к ценам. Многие, впрочем, уже поняли его выгоду. Тем более, что в этом году на площади Куйбышева нет перекупщиков. Наговоры расторгли семью продавцами-посредниками. Все, выездки, 250. Видите, у нас цены такие? Это даже с олехами, что ли? Мы держим цену, люди к нам идут с удовольствием. У нас действительно идут к нам, люди идут. Поэтому вот мне интересно осталось еще поработать. Все культурно так, выбор большой очень. Облагородили, конечно, да. Сервис. Торговать здесь будут до 30 октября. И еще один день, 4 ноября, когда организуют бесплатные места для фермеров. Но работу ярмарки могут и продлить. Очень многие торговцы выступают с предложением продлить работу ярмарки на ноябрь месяц. Я думаю, что вот с Николаем Ивановичем Меркушкиным мы эту тему обсудим. И решение такое будет принято. Это поможет и горожанам, и тем фермерам, которые к нам приезжают. Предприниматели работают здесь от 5 до 15 лет. Это говорит о том, что их продукция качественная, что они действительно хотят торговать честно. В следующем году торговые ряды должны стать не просто выгодными для продавцов и покупателей, но еще и украшением осенней площади. Дизайн ярмарки разработают по новой концепции. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Мужчины в шинелях и дамы в платьях начала 20 века. Участники фестиваля «Ожившие страницы истории» показали горожанам один день из жизни Старой Самары. Улица Ленинская погрузилась в эпоху гражданской войны, когда Красная Армия освобождала город от правления комитета учредительного собрания. Военным корреспондентом на пару часов стал Андрей Горгуленко. Срочно телеграфируйте. Красные в Самаре в городе стреляют. Но мирным жителям ничего не угрожает. Ведь сегодня просто реконструкция событий 1918 года. Тогда, 98 лет назад, к власти в Самаре пришел комитет учредительного собрания. При поддержке Чехословацкого корпуса пять членов Комуча возглавили правительство. Но у власти они продержались только пару месяцев. «Красная Армия 7 октября 1918 года вошла в Самару. Вошла дивизия под командованием Гая и отряд Захарова. Здесь только шли прикрывающие бои, чтобы Красная Армия быстро не наступала». Гражданская война – это не только бой и сражение, но и повседневный быт мирных жителей. Поэтому зрители, кроме выстрелов, увидели жизнь обычной Самарской улицы того времени с гуляющими парами, газетчиками и лоточницами. «У меня роль такой городской дамы. Скорее всего, это учительница, какой-то такой интеллигентный слой, потому что интеллигенция одевалась в белые блузки, узкие юбки и, в принципе, конечно, оставались еще меха, несмотря на разруху». «Это история, это традиции, об этом надо помнить, это надо знать. И это очень интересная идея. Мне кажется, это нужно поддерживать». Фестиваль «Ожившие страницы истории» проходит в Самаре уже в седьмой раз. И его название стало уже определенным брендом, который каждый год собирает большую публику. «Народ очень любит этот фестиваль, приходит в большом количестве. Волонтеры уже который год с большой радостью у нас соглашаются принять участие в фестивале, поскольку для них это большая радость – переодеться именно в эпоху почти столетней давности». Всего в реконструкции событий 2018 года приняли участие 150 участников из 8 российских городов. Андрей Горгуленко, Константин Главин. События. В год 75-летия присвоения Куйбышева звания запасной столицы региональная общественная палата выпустила тематические брошюры. В них стихи самарских поэтов, фронтовиков, ветеранов, локальных воин. Презентация издания прошла в преддверии памятной даты. Указ о том, что в Куйбышев может переехать правительство страны, был подписан 15 октября 1941 года. На торжественной встрече авторы читали свои произведения, общались с подрастающим поколением, для которого в первую очередь и предназначена брошюра. Планируется, что с этим изданием самарские писатели будут проводить в школах уроки мужества. Всего состоится около 30 тематических классных часов. Брошюры выпустили тиражом в 1300 экземпляров и узнают они далеко за пределами Самарской области. Эти книги попадут в школы, эти книги будут приходить в школы и в классы, будут приходить с лекторами, которые будут читать эти произведения. Эти книги попадут вообще в библиотеки Самарской области. По России мы отправим в районе 200 экземпляров, они попадут во всеобластные библиотеки Российской Федерации. Далее коротко о других темах дня. В воскресенье 16 октября примерно в 3 часа ночи на железнодорожных путях в Самарской области встали вагоны. Машинист пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Тюмень-Махачкала, получил сигнал о том, что двигаться дальше нельзя. Это случилось на перегоне Тургеневка-Кенель. Проверку по данному факту проводит Куйбышевская транспортная прокуратура. Как сообщили в ведомстве, был обнаружен взлом рельс шириной примерно 3 миллиметра. Движение было остановлено примерно на 1 час, затем 8 метров рельса заменили. Житель Самарской области незаконно устраивал экскурсии на мотопараплане. Хозяин сверхлегкого воздушного судна Сызранец устраивал для туристов полеты за денежное вознаграждение, но не имел разрешения на использование воздушного пространства. Это и стало основанием для возбуждения уголовного дела. Полтора миллиона поддельных рублей пытались сбыть в Самаре. Подозреваемый задержан. 41-летний мужчина, по версии силовиков, причастен к совершению как минимум 9 преступлений. Во всех случаях он расплачивался за товары в самарских магазинах поддельными пятитысячными купюрами. Злоумышленника поймали на одном из железнодорожных вокзалов Москвы. У него обнаружены и изъяты 300 купюр номиналом 5000 рублей с признаками подделки. Возбуждено уголовное дело. В Самаре у торгового центра на улице Авроры мужчина стрелял из травматики в двух человек. Это произошло утром 15 октября. По данным силовиков, между молодыми людьми 29, 27 и 24 лет произошел конфликт. После чего один из его участников открыл стрельбу. Всем участникам ссоры оказывали медицинскую помощь. 27-летний молодой человек госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает. Как сообщается, оружие принадлежит молодому человеку на законных основаниях. Полицейские разыскивают его, чтобы изъять пистолет. Циклонический вихрь, царствовавший в эти выходные в регионе, уйдет в Казахстан. Метеорологи обещают солнечную погоду. Однако северные потоки не дадут воздуху прогреться больше, чем до 6 градусов. Будет переменная облачность. Во вторник возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночами ожидаются заморозки. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. Любимые советские фильмы в интерпретации местных театралов. В Самаре прошел фестиваль «Рожденные в сердце России». Самарагис в тренде. Известный историк мода Александр Васильев оценил образ нашего корреспондента. Советом подрезали крылья. Казанский рубин выиграл со счетом 3-0. Люди, которые не теряют интерес к жизни даже на пенсии. Кто и за какие заслуги включен в ветеранскую книгу рекордов, узнаем в программе «Город С» у директора Самарского дворца ветеранов Ольги Барановой и лауреата ветеранской книги рекордов Анны Зотовой. Не пропустите в 18.15. На этом наш выпуск завершен. Читайте на ствиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин